Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Фасад на новый лад. В Бобруйске подходит к концу капитальный ремонт жилфунда. Три дома. Это по западной 22, грелико 57 и грелико 59. Где установят качели и песочницы. Трое из Ларцам. Перекрыт канал поставки наркотиков в Беларусь. При себе у мужчин находилось 60 граммов мефедрона. Сколько грозит фигурантам. Шайба номер один. В городе открыт хоккейный сезон. Основная наша задача – это подготовка для игроков Минского «Динамо». Как прошел первый матч. А также дипломатические отношения. Сила в единстве. И сделано в Беларуси. На экспорте товаров для красоты страна заработала больше, чем на любимом картофеле. Какая косметика пользуется спросом? Взаимная поддержка. Президент провел переговоры с главой Верхней Палаты парламента Узбекистана. Александр Лукашенко отметил, визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами. И наше государство готово развивать их дальше, делиться любыми технологиями. Глава государства сделал акцент на эффективном взаимодействии и поддержке на международных площадках и в региональных объединениях. Выразил признательность за содействие в вопросе ускоренного получения Беларусью членства в ШОС. Что касается моего личного отношения, то и Беларуси к узбекам, это не просто, знаете, дружественные, братские страны. Узбеки очень, не то что похожи, они такие, как беларусы, знаете, в главном. Это очень трудолюбивые люди. Это люди, испытавшие в своей историю все, что можно было только испытать. Вот в этом мы не похожи на вас, а абсолютно схожи. Танзилан Арбаева передала приветствие от президента Узбекистана и приглашение посетить страну. Беларусского лидера ждут в гости в конце этого или начале следующего года. К слову, товароборот за 2022 между Беларусью и Узбекистаном более 500 миллионов долларов. И резервы для дальнейшего роста есть. Звенья о моральности. Перекрыт канал поставки наркотиков в Беларусь. Оперативники задержали 30-летнего жителя столицы. В специально арендованной квартире и тайниках-закладках под Минском обнаружено более килограмма особо опасного психотропного вещества. Мужчина привозил оптовые партии мефедрона из России, а также был администратором виртуального наркомаркета. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции совместно с коллегами из оперативной таможни с поличным сдержали еще двоих розничных дилеров. При себе у мужчин находилось 60 граммов мефедрона. Все задержанные звенья одной преступной цепи. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Голубое топливо, сырная долина и розовые очки. Новые способы выманивания средств у преступников появляются едва ли не каждый месяц. Как будут бороться с аферистами? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Республиканская акция «Символ единства» стартует 7 сентября в Дзержинске. Вплоть до 16 числа участники будут посещать различные регионы страны – от Могилева до Барановичей. Программы, автопробеги, концерты, диалоговые площадки. Такой формат встреч поможет найти ответы на волнующие вопросы. Сам День народного единства белорусы отметят 17 сентября. В Беларусь входит топ-5 экспортеров сыра наряду с Новой Зеландией, странами Евросоюза и США. У нас четвертая строка рейтинга. Республика наращивает объемы производства этой продукции с учетом тенденций мирового развития и увеличения спроса. Более 85% отправляется на экспорт. По статистике, каждый белорус потребляет не менее 7 килограммов молочного лакомства в год. В стране сокращается потребление природного газа. Активно развивается топливная отрасль, что позволяет значительно экономить. Во многом показатели удается достичь за счет энергосбережения и использования древесины, соломы, торфа. Ключевую роль сыграла атомная станция в Островце. При этом полностью отказываться от газа мы не намерены. В Беларуси за 2023 год зафиксировано 10 тысяч киберпреступлений. Новые способы выманивания средств у преступников появляются едва ли не каждый месяц. Весной 2024 вступит в силу соответствующий указ. Банки смогут оперативно блокировать несанкционированные платежные операции, а также те счета, которые используют мошенники. На экспорте товаров для красоты в 2021 страна заработала больше, чем на картофеле. Белорусской помады поставили на 10 миллионов долларов. А вместе с тенями, тушью, карандашами для бровей, уходовыми средствами за лицом и телом прибыль около 80 миллионов. Сегодня косметику под маркой «Сделано в Беларуси» можно найти на прилавках почти 30 государств. Глобальная реновация. В Бобруйске подходит к концу капитальный ремонт жилфонда. Ленина 60, Советская 82, Минская 47, Пушкина 3, Куйбышева 55, Лынькова 33, Рокоссовского 58, Ульяновская 44, Орловского 34. И это еще не полный список домов, где уже выполнены работы. Здесь специалисты заменили кровлю, канализацию, покрасили фасад, обновили балконы и ограждения. К вопросу подходят комплексно. В оборот берут и дворы. Апгрейд затронет 21 многоэтажку. На стадии завершения находятся еще три дома. Это по западной 22, Горелика 57 и Горелика 59. Первомайский район проводит усиленную работу по благоустройству всех территорий придомовых. На сегодняшний момент пять новых игровых площадок было открыто. В этом году новые песочницы и качели установят на Рокоссовского 118, Батова 20, 50 лет ВЛКСМ 51, 53, 57, Гагарина 19, А и Б, микрорайоне Приберезенский 31, Б и В. За руль с чистой совестью белорусам выставлены счета на уплату транспортного налога за 2022. Ставка осталась прежней. Зависит от разрешенной массы. Владелец легковушки до полутора тонн, например, должен заплатить 61 рубль. Крайний срок оплаты – 15 ноября. Люготы доступны ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Многодетные семьи имеют право оплатить только 50%. Главное – предъявить действующее водительское удостоверение. В отношении граждан, допустивших задолженность, налоговой инспекцией будет вывесено соответствующее решение, которое будет направлено в органы принудительного исполнения для принудительного взыскания. За каждый день просрочки пьяня. За неуплату – штраф. В Бобруйске извещение получили порядка 39 тысяч человек. Общая сумма выплат свыше 4 миллионов рублей. Сборник коснется обладателей электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992. В страсти на льду в Бобруйске стартовал новый хоккейный сезон. Имиджевые изменения, обновленный состав и боевой настрой. В команде «Динамо Шинник» собраны лучшие молодые спортсмены страны. Клуб пополнили 15 игроков. О результатах первого матча Елизавета Липеева. В Бобруйске – недолгожданное открытие хоккейного сезона. В «Динамо Шинник» 15 новых игроков. Молодым спортсменам еще предстоит проявить себя. Но они уже демонстрируют свои способности на отлично. Первую шайбу в ворота команды «Тайфун» из Владивостока забрасывает Никита Павлов. Обновлен не только состав команды, еще логотип и форма. В палитре новый цвет – оранжевый. Символ стремления к самовыражению. Апгрейд затрагивает и куб на арене. Теперь смотреть повторы самых блистательных моментов будет еще приятнее. Все для седьмого полевого игрока-болельщика. Поддержка у «Динамо Шинник» действительно колоссальная. «Скорости бешеные. Нам очень нравится. Я думаю, что если будут продолжать в таком же духе, то они в этом году в плей-офф точно войдут. Мы верим команду. Бобрусь вперед». «Динамо Шинник» действительно сильный. В этом году, в этом сезоне собрали очень сильных ребят страны. Начали очень хорошо. «Тайфун» – достаточно тоже сильный соперник. Играют ребята на равных. «Я в победу верю, потому что там играет мой брат». «На каждый матч будешь ходить?» «Да». Высокие скорости, точные броски и результативные передачи. В планах у «Динамо Шинник» как минимум попадание в плей-ин. Спортсмены приложат максимум усилий, чтобы выйти в золотой дивизион. В прошлый раз для этого не хватило буквально одного шага. «Основная наша задача – это подготовка для игроков Минского «Динамо». Мы пока удачно с ней справляемся. Надеемся, что и в этом году ребята будут так же прогрессировать и уже попадать в основную команду Минского «Динамо». Трибуны ликуют. «Динамо Шинник» врывается в новый сезон с победой. Счет после финальной «Сирены» – 6-5. «Эмоции колоссальные. Безусловно, рад забить первый гол в своей первой игре в МХЛ. Но прежде всего, самое главное – это победа команды. Самое главное, что выиграли. Первый матч – матч открытия. Спасибо большое болельщикам за поддержку». Впереди череда домашних матчей. 8 и 9 сентября – встреча с сахалинскими «Акулами». 12 и 13 – с «Амурскими тиграми». Болеем за наших. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!